Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, вник в проблему, вот, значит, и там хочу сказать, ну, поскольку ревность, как вы говорите, вот, вы ревнуетесь молодому человеку, своему, поскольку ревность у вас это не единственное чувство здесь, на мой взгляд, то есть здесь имеются некоторые еще другие проблемы, которые мне кажутся, вот, поэтому я постараюсь разобрать ваш вопрос, значит, довольно-таки подробно, я его посмотрю, я буду вам, значит, засчитывать то, что вы пишете, и засчитывая то, что вы пишете, я буду задавать какие-то комментарии, значит, не могу справиться в средности по отношению к одному из друзей своего молодого человека, накручивая себя до слез и паранойи. Ну, вот здесь нужно сказать сразу о том, что когда-когда бывает ревность в общем и целом. Вот, в принципе, в принципе, ревность бывает тогда, когда человек воспринимает вот другого человека, воспринимает объекта своей любви, как, вот, знаете, что-то вот такое обязательное для него, необходимое для него, и смотрит этот человек на объект подобной любви, к сожалению, только через призму эгоизма, через призму, вот, если угодно, собственного, своего эгоизма, потому что вы хотите, чтобы молодой человек общался с вами только так, как вот вам это, ну, например, кажется наиболее верным, правильным и так далее. Вот, но при этом, кстати, заключается основное в том, что это не есть хорошая позиция по той простой причине, что ведь молодому человеку начинает казаться, что вы его подавляете таким образом, и из-за того, что ему кажется, что вы его подавляете, отношения между вами ухудшаются. То есть вы вмешиваетесь в личное пространство молодого человека, вы его ревнуете, а если вы ревнуете, то вы тем самым намекаете ему, постоянно напоминаете ему о том, что он вам может изменить, напоминаете ему о том, что измена вообще возможна, ну и тем самым склоняете его к тому, чтобы, собственно говоря, это сделать, даже если изначально он этого не хотел. То есть вот здесь нужно понять, что ревность – это чисто ваша проблема. Это не проблема молодого человека, и это не проблема его общения с друзьями, его общения с подругами и прочее, прочее, прочее. Это особенность того, как вы себя сами воспринимаете. И ревность – это всегда неуверенность в себе. Вот. Об этом я еще скажу. Значит, далее. Вы постоянно накручиваете себя до слез и паранойи. С чем это связано? Вот. С чем связано то, что вы накручиваете себя до слез и паранойи? С тем, что молодой человек для вас имеет довольно большое значение. Если не сказать, что он для вас… Вот вы сами написали, что когда влюбились в него, стали на это обращать немало, на то, что он там, значит, гуляет с друзьями. Пока вы в него не влюбились, значит, ситуация, значит, для о том, что вы не придавали этому значения. Что в вашем случае тогда, получается, есть любовь или влюбленность? В вашем случае это имеет тогда только такой смысл, что вы, влюбляясь в кого-то, любя кого-то, вы тем самым, значит, очень сильно нуждаетесь в человеке. То есть, вот когда вы… Ага… Когда вы влюбляетесь, вы испытываете очень сильную нужду в человеке, и из-за этого у вас возникает такая вот неприятная ситуация. Ситуация, при которой вы, как бы, начинаете в нем, в мужчине, то есть, через-чур нуждаться. Вы начинаете в нем, через-чур нуждаться. И из-за этого у вас возникает подобная проблема. Давайте попробуем с вами вот просто определить пока что, почему вы так сильно начали нуждаться в молодом человеке. Почему у вас так сильно повышалось его значение для вас? В чем это значение начало прорастать, вырастать, да? В чем оно проявляется, это значение? Подумайте, вы стали больше нуждаться в молодом человеке, раз до какого-то момента вы не обращали на это внимание, а теперь стали. Значит, первая причина, скажем так, первая причина проблемы – это нуждаемость. Нуждаемость в нем. И, соответственно, чтобы вам справиться со своей резностью, нужно, с одной стороны, сократить нуждаемость, с другой стороны, нужно становиться более самостоятельным. То есть, если молодой человек, например, пошел, скажем, со своими друзьями навстречу, вы делаете примерно то же самое, но только общаетесь вы как бы со своими друзьями. То есть, вы как бы зеркально ему отвечаете в ответ на его поведение. И надо сказать, что подобное является нормальным. Подобное является вполне себе в порядке вещей. Вам важно только понять, вот сейчас, на данный момент, вам важно понять, что мешает вам это сделать. Что не позволяет вам действовать таким образом. Опять же, это чрезмерное значение нуждаемости и вот предмет этих потребностей, которые вы стали реализовывать, теперь через молодого человека. Раньше как-то реализовывались сами, а теперь реализуетесь через молодого человека. Чтобы вы правильно меня поняли, скажу вам такую вещь. Что понятно, понятно, вы своего молодого человека любите. Понятно, что вы в него влюбились и так далее. И понятно, что вы нуждаетесь в его внимании, в его ласке, в его тепле и так далее. Но я говорю не про это, я говорю именно про то, что вы хотите от него получать. И почему? Вот вы хотите от него получать, например, какое-то отношение, да? Какой-то объем отношений. И почему вы нуждаетесь именно в этом объеме? И, соответственно, начинаете фрустрировать, когда этого объема не получается. Вот это очень-очень важный момент. Значит, встречаемся с парнем почти вы уже месяцев пять где-то, и, значит, все живем вместе. Здесь я вам хотел бы сказать так, что, ну, пять месяцев вы встречаете даже для того, чтобы, ну, даже для просто встречания. Семь месяцев это вот, в принципе, такой самый средний срок, а у вас пять месяцев, то есть еще довольно много времени не прошло. Вот. Живете вместе, значит, ну, сколько вы не написали. То есть срок довольно маленький еще. Нужно сказать, что и после трех месяцев, как правило, у влюбленных, именно у влюбленных, может наблюдаться спад. Влюбленные все, может наблюдаться спад страсти. И именно вот в вашем сейчас временном отрезке, ну, отношении, временном отрезке, отрезке отношений, наблюдаются такие определенные переломные моменты. Могут наблюдаться переломные моменты. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что сейчас устраивается то, как вы будете относиться друг к другу, в принципе, во все последующее время. И вполне возможно, что инфинктивно, подсознательно вы чувствуете, что вот это происходит. То есть такой довольно значимый момент у вас сейчас. И вполне возможно, что чувствуя, понимая, отдавая себя отчет, что у вас в такой момент, вы подсознательно пытаетесь себя защитить. Пытаетесь защититься от каких-то негативных, ну, возможных ситуаций, от возможных каких-то проблем. Вот. И тем самым выбираете для себя, ну, вот, по сути дела, такую вот модель, модель поведения. К сожалению, модель поведения вы выбираете деструктивную. И чем быстрее вы это поймете, тем быстрее вы придете к этой мысли, к этой идее, тем для вас будет лучше. Вот. Далее, далее. То есть, понятно, да? На этом этапе моя мысль, что у вас сейчас ключевой момент в отношениях. Ключевой момент в отношениях. Как вы будете дальше себя воспринимать, зависит от вас, ну, в частности от вас. Скажи, когда только начинали встречаться, я не придавал значения, а может и просто мне вначале было все равно на моего молодого человека. А вот как влюбилась, началось. А может связано и с другим чем-то. Ну, а не могу пройти мимо этого вашего высказывания. Скажу так, что видите ли, вот вы говорите интересную вещь. Что вначале мне было, по сути, все равно на молодого человека. То есть, пока вам было на него, все равно вы не обращали внимания на какие-то аспекты, на какие-то моменты, на какие-то нюансы. Значит, пока вам было все равно, вы на это внимание не обращали. Но, как только вы влюбились, как только вам стало нет, мне все равно, вы тут же, значит, начали его, ну, по сути дела, под себя подминать. Простите, пожалуйста, если вот данные слова будут немножечко для вас неприятными. То есть, здесь уже ставится вопрос о том, как вы вообще молодого человека своего изначально воспринимали. В каком ключе, в каком контексте, в каком образе вы его видите. Потому что, вот на самом деле, это очень важный момент. То есть, ведь, если вам вначале было все равно на то, что он делает. Значит, вы не то, что бы и хотели делать молодого человека счастливым. Вы не то, что бы позволяли ему быть собой. А вы как бы, как бы относились к нему так, что пока мне на него все равно он может делать все, что хочет. Вот мне на него перестало быть все равно, я в него влюбился и все. И теперь он должен соответствовать тому, что я хочу. Теперь он должен делать то, что мне нравится. Отчерк это правильно. Отчерк это правильно, но только в том, к сожалению, что касается непосредственного вреда вам. В данном случае непосредственного вреда вам я, к сожалению, не увидел. То есть, я рекомендую вам как следует для себя подумать, как вы воспринимали своего молодого человека изначально. Какое у него было для вас значение. И какое значение он приобрел, получил после того, как вы в него влюбились. Как изменилось ваше восприятие его. Это очень важно, в какую сторону оно повернуло. Вот исходя из того, что написали вы, я могу сделать вывод, что вы стали к нему относиться в большей степени, я бы сказал так, в большей степени с позиции требований. С позиции, значит, требований от того, что вам нужно. С позиции требований того, чего вы хотите. Вот этот аспект, он не является верным в данном случае и рискует отважить, по сути, вашего молодого человека от вас. Я хотел бы, чтобы вы этот момент для себя также проработали и определили. Далее. Вы пишите, может быть, связано это и с чем-то другим. Да. Опять же, у вас хорошо развита интуиция. Вы правильно понимаете, что связано это с чем-то другим. Дело в том, что ваша склонность к ревности, ваше ревностное поведение по отношению к молодому человеку не является тем, что появилось только вот сейчас. Не является тем, что появилось только с того момента, как вы начали общаться и как-то взаимодействовать с молодым человеком. Нет. Ваша ревность, ваша ревностное отношение к нему появилось еще раньше. На крайней мере, гораздо раньше были, ну, скажем так, зачатки этого. Это и неуверенность в себе, это и потребностная сфера, это и модель отношений, которые вы видели, например, в своей семье, у своих родителей и так далее. Это и определенные социальные установки, которые также имеют для вас место быть. Я потом вам укажу, где именно они себя проявляют, но тем не менее, ревность ваша не связана только с молодым человеком. Она появилась до него, она была до него, просто не проявляла себя так. Но ваши качества, ваши определенные взгляды, ваши черты, ваши установки, ваше психологическое состояние и восприятие себя, к сожалению, определяло и определило то, как вы себя ведете. Поэтому, чтобы разобраться с людьми, нужно, наверное, разобраться, например, с такими моментами, как насколько вы в себе уверены, в чем вы в себе не уверены и почему, и, значит, сомневаетесь ли вы в себе. Как в женщине, как в человеке, как в личности и так далее. Если есть подобные сомнения, с ними нужно работать, опять же, с этими сомнениями. Далее, вы пишите, значит, есть у него компания друзей, он из трех человек. Он из три человека. В целом, три парня и одна девушка. Эта девушка его лучшего друга. И еще один парень уже почти к ним не общается очень редко, так как живет с девочкой. И в начале наших отношений, где-то месяца два первых, он постоянно ездил с этой парой друзей на встречи. Ходил в кафе, кино, меня не звал, ибо мне просто им рассказывал. Ну, вот здесь, по этому, такому вот, скажем, небольшому кусочку, позвольте вам немножечко прокомментировать ситуацию. Значит, у молодого человека есть друг. А этот друг для него лучше. И у лучшего друга есть девочка, с которой молодой человек общается так или как с лучшим другом. Вы знаете, здесь я понимаю проблему вашу, я ее о ней читал, ну, весь ваш вопрос. Поэтому я хотел бы задать вам вот какой вопрос. Вот вы, получается, фактически ревнуете к, значит, девушке. Вы ревнуете к девушке. Вы ревнуете к девушке, ну, значит, девушке лучшего друга вашего молодого человека. Вот так вот даже можно сказать, да? Кстати, соответственно, я вам дадал вопрос. В какого характера? В какого плана? Задумывались ли вы над тем, над тем, Задумывались ли вы над тем, насколько дорог для вашего молодого человека его лучший друг? Вот не нужно разговаривать с ним о девочке и его. Не нужно. Вы поговорите с ним о том, какое значение для него имеет его лучший друг. Если лучший друг для вашего молодого человека имеет большое значение, это я имею в виду, значит, такую ситуацию, когда видно, что молодой человек дорожит нашей дружбой. Видно, что молодой человек прямо вот не хочет этого друга потерять, прямо он очень важное место в его жизни имеет. Вот если вы для себя вот эти аспекты поймете, то из этого вытыкает. И ответ на ваш вопрос на самом деле, что ваш друг, то есть, без обращения, ваш молодой человек, своего друга никогда не предаст, потому что он им дорожит. А предать своего друга, ваш молодой человек может на данный момент, но следуя вашей логике, следуя вашим рассуждениям, только если будет встречаться с его девушкой. Итак, определите для себя, насколько сильно ваш молодой человек дорожит своим другом. И исходя из этого, вам станет понятно, какова реальная вероятность того, что у вашего любимого может быть связь с этой девушкой, как бы она себя не вела. Итак, если молодой человек, ваш, относится к своему другу довольно-таки, ну, например, довольно-таки пренебрежительно, допустим. Если молодой человек позволяет себе в отношении друга какие-то не очень уважительные фразы, слова, там, может быть, что-то еще такого вот типа, то вероятность того, что у вашего молодого человека и девушки что-то есть между ними достаточно высока. Потому что в этом случае отсутствует главный регулирующий фактор. Этот главный регулирующий фактор, вы уже поняли, дружба между мужчинами. Вот этот момент я хотел бы, чтобы вы для себя постарались понять. Этот момент очень-очень важен. Ладно. Соответственно, если у друга и вашего молодого человека все в порядке, проблем между ними никаких нет, относится ваш молодой человек к другу уважительно, и, в общем-то, никак нельзя сказать, что он как-то его, там, например, принижает или как-то использует, и что, в общем, имеет место быть такое вот очень хорошее общение двух молодых людей, там, например, да, ну, скажем, по дружбе, то проблем, волноваться, причин для волнения у вас нет. Фактически. Реально. Вот реальных причин для переживания у вас нет. Именно тех, которые могли бы быть названы в качестве, так сказать, объективных. Вот это то, что я вам хотел сказать по данному отрезку, по данному отрезку проблемы. Далее. Вы пишите, значит, он меня с ними не знакомил, только обо мне и не рассказывал. Вот здесь, конечно, момент довольно интересный. Почему ваш молодой человек не, ну, не знакомил вас со своими друзьями, особенно если эти друзья, там, для него, допустим, ну, как-то важны, да, и так далее. Вот. Я рекомендую вам на эту тему крепко подробно. А знакомил ли молодой человек вас, например, со своими родителями? Ознакомил ли молодой человек вас вообще с кем-нибудь из своего окружения? Знакомили ли вы его с кем-нибудь из своего окружения? Как у вас обстоят с этим дела? Это вот на самом деле тоже весьма важный момент. Потому что если молодой человек вас не знакомил, не знакомит со своими друзьями и не знакомит со своими родителями, например, то волей-неволей встает вопрос, а насколько он серьезно к вам относится, насколько он серьезно вас воспринимает. То есть, или опять же, вам было все равно, он вам приглашил пойти, например, с ним, к друзьям вы отказались, он больше не предлагал, и, собственно, потом вот выяснилось, что оказывается у вас есть определенная проблема на этот счет, вы не знаете, что вам делать и как себя вести. То есть, здесь тоже нужно понять, как это происходило, понять его субъективную сторону, понять вашу субъективную сторону, понять, чего хотели вы изначально, чего хотел он изначально. Это все очень важные вещи, о которых обязательно нужно поговорить. Ну, по крайней мере, вам, например, с ним. Вот. Далее. Значит, потом я сам обращаю внимание, что у него очень много фоток именно с этой девочкой друга. Где-то три. И еще одна фотка с девочкой другой уже. А со мной он их не выкладывает вовсе. Ну, вы знаете, пока что, пока что, все вполне нормально. То есть, парень, общаясь с девушкой друга и считая эту девушку своим другом, что, в общем-то, вполне естественно, делает с ней фотографии. Фотографии не так много, особенно по нынешним временам. Не так много фоток, ясно говоря, всего три. Вот. Но, для самого по себе это нормально. Не нормально другое. Не нормально другое. Дело в том, что вытянет фоткой и стой. Он эти фотки не выкладывает. Вопрос. Почему? Вот. Почему он не выкладывает эти фотки? Какова его субъективная позиция по этому поводу? Молодой человек может быть. Я не говорю, что это так сейчас, но может быть. Воспринимает эти фотографии ваши, с ней личные, как что-то чисто ваше, как что-то интимное, и не хочет ими делиться больше ни с кем. Или, молодой человек не выкладывает фотографии ваши, потому что у него какие-то мысли на этот счет свои. То есть он не хочет, может быть, лишний раз, например, афишировать ваши отношения. Я хотел бы, чтобы вы подумали об этом сами, если угодно, спросили у него по данному вопросу, что он думает, как он вообще относится к этому, как воспринимает, и так далее, и так далее. Потому что это очень важный момент. Это очень важный момент, что он не выкладывает ваши фотографии. Вот другими выкладывает, а с вами нет. Почему? Вам хотя бы самой нужно получить ответ на этот вопрос от молодого человека, сопоставить этот ответ с кем-то вы думаете, и будучи честной самой с собой, ответить себе на вопрос, верите вы этому или нет. Если нет, то почему? Примерно, сейчас, кстати, вам еще обязательно рассказывают еще некоторые нюансы. Так, значит, эта девочка часто звала его с ними погулять, не понимая, зачем он им там втроем. Вот если ваш вопрос не является риторическим, если вы действительно не понимаете из этих моментов вдвоем, то я вам могу рассказать. Дело в том, что иногда бывает так, что любимые люди, которые все время находятся вместе, им не только бы скучно, но просто не очень весело. И третий человек нужен, чтобы расставить атмосферу, чтобы было веселее, чтобы было интереснее, может быть, ваш молодой человек там заводило какую-нибудь в их отношениях, в их, так сказать, времяпровождении, и они его зовут именно потому, что с ним весело. Вы же этого не знаете, но тем не менее, если зовут, значит, значит, он им нужен. Вы все время забываете немного о том, что там есть еще его друг, лучший друг, и что девочка, как бы она себя не вела с вашим молодым человеком, она не просила у него старые телефоны и прочее, а есть еще лучший друг. И этот лучший друг с ней находится в отношениях, и этот лучший друг сам следит за ней. И если лучший друг до сих пор с ней, и он не видит ничего плохого, ничего страшного в том, что происходит, а он находится непосредственно как бы при их общении, у него нет ревности. Значит, все в порядке. Вот это едва ли не самый главный показатель чистоплотности и добросовестности вашего молодого человека. Далее, вы говорите, что эта девочка значит так, и просила, чтобы он дал ей свой старый телефон, так как ее сломался. Разве не ее молодой человек должен это делать? Опять, это вы считаете, это вы считаете, что ее молодой человек должен что-то делать для нее, должен делать что-то связанное с телефоном. И в принципе, вы правы. Но, во-первых, отношения между людьми бывают разными. Иногда бывает так, что мужчина не делает чего-то для девушки, просто отношения такие, не заведено так себя вести, не заведено так поступать и так далее. Либо она от своего молодого человека хочет получить какой-нибудь телефон действительно дорогой и серьезный, а у вашего молодого человека вела телефон так просто поносить, потому что телефона нет никакого, а телефон нужен уже сейчас. И так на самом деле опять же поступают друзья, понимаете, в кругу друзей подобное поведение нормально. Короче говоря, после очередной такой выкатки я поставил вопрос ребром убрать все личное общение с ней, общаться только в их общей беседе и на встречи ходить только со мной. Ну, по сути дела, вы показали молодому человеку, что вы не уверены в себе и что вы боитесь его потерять, и что вы висите в этой девушке угрозу. И если вы висите в этой девушке угрозу, то фактически тем самым вы как бы признаете ее как минимум равенство вам. То есть она равна вам как женщина, как привлекательная особа для вашего молодого человека. И вот здесь возникает следующий вопрос, который я хочу вам задать. Что стоит за страхом, что стоит за этой угрозой. Ну вот есть угроза, допустим, реальная угроза, что вы, молодого человека, своего потеряете. Допустим. Допустим, действительно, допустим, действительно, эта девушка хочет увезти вашего мужчину от рас. Допустим. Допустим, так все и есть. Но это означает только лишь, что молодой человек вас не любит. Не любит настолько, что вы для него единственная девушка, единственная женщина. если она другая его уведет, значит, его чувства к вам не сильны. Либо он не получает чего-то, чего-то от вас такого, чего мог бы получить от этой женщины, от подруги своего лучшего друга. И, соответственно, вам нужно для себя определить, что для вас, какое значение для вас имеет уход вашего молодого человека. Как вы это будете воспринимать? Как оскорбление? Как унижение? Как по сути делать что-то страшное? Или вы будете воспринимать его ход как стремление любимого человека, то есть того, кого вы любите, к чему-то лучшему, к чему-то более счастливому? И, соответственно, это будет вызывать у вас, как у любящего человека, счастье. Вот об этом я хотел, чтобы вы человек, для чего? Чтобы он был с вами и давал вам что-то? Или чтобы его делать счастливым вам? Если первое, то нужно подумать о какие-то у вас потребности, потому что вы боитесь его потерять, именно потому что с ним у вас что-то уйдет, с ним вы что-то потеряете, и получается что вы зависимы от него, а зависимый делает вас не свободной, к сожалению. То есть вот с этим страхом, страхом потерять молодого человека и значением потери своего молодого человека нужно разбираться по крайней мере вам. Далее. Вроде надо его выполнять, но при этом он написал, что моя просьба личная, и он не видит в их общении ничего такого, короче, выставил меня виноватой по сути. Опять же, это так и есть, ему нужно малообъяснить, почему он изменил свое поведение по отношению к подруге, своего лучшего друга, и он решил сказать правду, ведь по сути он не соврал. Он сказал правду, почему вы довольно обсуждающие относитесь к тому, что он сказал правду, ведь точно он сказал правду говорит о том, что как минимум он честен. То есть, если бы он соврал ей, значит, что он мог бы теоретически соврать и вам. Если он был честным здесь, значит, он честный ислам. Вот непонятно, почему вы негативно восприняли то, что он сказал правду. Получается, что вы сам стыдите своего поведения, получается, что вам оно самой неприятно. Тогда давайте подумаем, а чего именно вы стыдите в своем поведении. Понимаете ли вы, что оно неверно? Если да, то в чем? Столь обретать внимание на себя, а не на него. Если вы ревнуете, значит, ревнует. Это ваше поведение, и это вы чего-то боитесь. И вот с этим первую очередь нужно работать, а не пытаться как-то вот подстроить окружающий мир под то, чтобы вы не боялись. человек, который боится, всегда увидит причины своего страха где-либо еще, если он бежит от этого страха. Тот, кто бежит, бежит от страха, всегда окажется нагоняемым этим самым страхом. Далее, значит, так прошло еще вот три месяца. А так это как? Вы не сказали, как вы восприняли то, что он вызвал вас виноват, и хотя вы действительно имеете ключевое значение в этой ситуации, вы не рассказали, как его друзья отреагировали на это и так далее. То есть, как прошли эти три месяца не очень понятно. Мне на упор не нравится нагло-мерзкий бал. Ну, опять же, это, скорее всего, ваше субъективное восприятие этой девушки. Дело в том, что, раз вы изначально видите в ней свою соперницу, раз вы изначально видите угрозу, то как она может быть с кем-то другим? Другое дело, что вы сами догоняйтесь себя в угол. Вы говорите, чтобы молодой человек не ходил на встречу с ними только с вами, но при этом вам эта женщина не нравится. То есть, вы сами себя обрекаете на общение с человеком, который вам не по душе только для того, чтобы иметь инижу того, что вы все контролируете. На самом деле, радость заключается в том, что если молодой человек хочет изменить, он изменит. и если она хочет с ним быть, если она хочет с ним изменить своему мужчине, то есть, лучшему другу вашего парня, тогда кто же это сделает? И никакой контроль их от этого не убережет. У вашего молодого человека либо есть к вам чувство, и он вам не дорожит, и никогда этого не сделает, либо у него нет этих чувств, он это сделает. Понимаете? То есть, то, что вы делаете, обрекаете себя на неудобное вам общение, это просто-напросто опять же самообман. Это просто самообман. И не более того. Вы опять же вредите только себе и скорее всего портите настроение и твоему молодому человеку, и компании в целом. Вот этого делать точно не стоит. Часто ссоры в последнее время я прошу полностью убрать это общение, а он говорит, что это невозможно, так как они пара, и если он перестает полностью общаться с ней, то и с другом, хотя с другом он работает, то не перестает общаться. Надо сказать, что здесь ваш молодой человек прав. Полностью убрать общение с девушкой своего лучшего друга он не может, да и не имеет права. друг обидится, если он не будет общаться с его девочкой, кроме того, понимаете, какая еще есть проблема. Если он это сделает сейчас, после того, как рассказал о том, что вы попросили его не общаться лично с подругой лучшего друга, лучший друг быстро поймет, что его девушка быстро поймет, что этот слово вы попросили. Это вы попросили своего парня не общаться более с ней. А это значит, что он согласился, что он подкаблучник, а это значит, что он недостойно уважаемый. такая точка зрения во многих компаниях присутствует. скорее всего, молодой человек просто понимает, что если надо так поступить, это будет унижением для него, он потеряет хорошую компанию своего лучшего друга. И вот здесь опять же, вы просите как бы для себя, вы эгоистично поступаете, вы просите того, что невозможно, вы не пытаетесь работать со своим страхом, вы пытаетесь убрать ситуации, которые рождают этот страх. Но они будут вновь и вновь. Потому этот страх сидит внутри вас. И именно потому, что он внутри вас, он будет проявляться везде. Не в одном, так в другом, не в другом, так в третьем и так далее. Поэтому я рекомендую вам напротив всю ситуацию отпустить, попробовать своему молодому человеку делать то, что он хочет быть свободным. Если он уйдет, значит, он не ваш. Если он с вами, значит, он действительно вас любит. Вот. А вам нужно посвятить работать над своей уверенностью и над самооценкой, над любовью к себе. Потому что, когда вы просите подобные вещи, вы, по сути дела, унижаете сам, сами себя и снижаете свою, снижаете свою значимость для молодого человека. Потому что, ну, если его девушка говорит постоянно, что он может изменить или ее, или девушка постоянно попросит, чтобы он перестал с кем-то общаться, ну, значит, она его, как бы, давит, на него давит, а это неприятно. Зачем я ставлю такой выбор? Спрашивая меня молодой человек, я ведь не люблю ультиматумов. Ну, вот тоже очень интересный момент, то, что молодой человек не любит ультиматумы, а мы, а вы ему их ставите. И это мучает меня, я постоянно думаю о том, что может там было, что-то или есть, почему он так привязан к этому общению. Не нравится она, она мне ни в какую, а должна, она вам нравится, а я должна, это его подруга, это подруга его лучшего друга, она вам нравится, не должна, вы не должны испытывать с ней симпатии, вы не можете этого делать, и это на самом деле нормально. Не нормально, что вы пытаетесь своего молодого человека подстроить под себя. Опять же, вы идете немножко не в том направлении. Вы пытаетесь изменить окружающий мир, но не пытаетесь изменить свое отношение, не пытаетесь понять значение того, почему у вас ревность. И вот именно по этой причине, по причине того, что вы не понимаете своей ревности, у вас вся эта ситуация и происходит. Далее вы описываете что делаете, значит, помогите, помогите. Еще и нагнетают вокруг, кто говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной нет. На самом деле это стереотип. Это стереотип. Смотрите, если мужчина свою женщину любит, сильно любит, уважает ее, если он уважает себя, то что, у него есть одна женщина, которую он любит, но есть и другие, и с ними как-то можно общаться, нужно общаться, но если он любит одну, он не может любить других, любить. Если он уважает себя, уважает свою любимую, он никогда с ними не захочет перестать. А это значит, что дружба возможно. Просто именно у нас в обществе, в нашем обществе, такой стереотип, что дружбы между мужчиной и женщиной нет. Но это простой стереотип, который складывается на изначальном заблуждении о полигамности мужчин. Да, полигамность мужчин существует, но полигамность остается постепенно в прошлом. Мужчина, который уважает себя и уважает ту, кого он любит, никогда не будет полигамтом. Вот это вот нужно понимать. Он никогда не будет стремиться к этому. Он никогда не будет хотеть этого. Если внимание условия ему его все устраивает в отношениях со своей женщиной и он все получает от нее то, чего хочет. Значит, я начинаю еще больше догоняться его это бесит, он говорит, живусь с тобой, личное общение убрал, сквитые подарки только тебе, что-то придумываешь, у меня нет разделения на пол. Да как его быть не может, я просто не понимаю. Ну вот здесь опять же я думаю, что это вопрос, который с вами нужно отдельно прорабатывать, потому что вы, наверное, вообще не считаете, что мужчина может воспринимать женщину не как женщина, а как человека. Знаете, есть разные уровни восприятия людей и начали, когда люди только-только однокомятся, они не видят друг к другу, друг к другу представителей, собственно говоря, так сказать, представителей пола, они видят друг к другу людей, людей, именно людей, это просто человек, и вот именно так воспринимают мужчин, мужчин, незнакомых. Если незнакомых мужчин или женщин другие воспринимают в качестве мужчин или женщин, то сразу так вот, как принадлежность полу, то это определяется их потребностями, это люди в чем-то неудовлетворены. Вот и спросите себя, ваш молодой человек в чем-то неудовлетворен, в чем? И вот если вы скажете, что да, мой молодой человек неудовлетворен, и вы знаете в чем, да, он может не воспринимать женщину как человека. Но в таком случае на вас лежит ответственность по удовлетворению его потребностей, чтобы он не воспринимал женщину как женщину, а воспринимал ее как человека. Но тем не менее, подобное восприятие женщины как человека с стороны мужчины вполне реальное. Если вы этого не понимаете, то это связано опять же а с неуверенностью в себе, б с отсутствием такого опыта, с отсутствием соответствующих понятий в этом направлении. Но это все можно в принципе вполне обещать, если у вас есть желание. Далее, ему 29, не 23, помогите что-то предпринять и справиться с этим. Я очень боюсь разговаривать на эту тему. Сейчас, если верить моему мч, то общение их только пара записей, ну, смешные записи в группе и беседы где-то раз в два дня. Вы своему молодому человеку не верите, я так понимаю в этом аспекте. Тоже интересно узнать почему. Откуда у вас этот неверие ему. Были случаи, что он нас обманывал, были случаи, что он говорил вам то, что не соответствует действительности или что. Вот почему вы ему не верите? С чем связано то, что вы ему не верите? Не очень понятно. Обычно зеркал не верит, когда он делал что-то прохоже. Обычно человеку не верит, когда он как-то обманывал. Но обманывал ли вас молодой человек? Вы знаете, я рекомендую вам, помимо вот тех моментов, которые я описал, то, что вы можете реально сделать сейчас, это как раз когда вам хочется ревновать, доставлять себя через силу, давить своему молодому человеку любовь и вдвойне втройне, окружать его теплом, лаской, любовью, заботой, и спустя несколько раз, спустя вот три-четыре раза, вы будете делать это автоматически, и у вас будет в принципе уже на уровне рефлексов, когда вы ревнуете, вы проявляете молодому человеку больше любви. Это то, что поможет вам не испортить отношения, не отдали друг от друга, друг от друга, и второй подумайте, какая женщина молодому человеку нужна вашему, подумайте, можете ли вы ей быть, если можете, то будьте ею, и тогда у него не появится никакого желания вам изменять, потому что рядом с ним та женщина, которая удовлетворяет все его желания. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.